всем привет я уже с утра каких-то поисках у нас полная канализация слив не знаю вот где можно купить именно купить они заказать потому что я посмотрела на в алберисе на озоне но как-то дороговато фаиночка как-то дороговато откачивать я не хочу потому что позапрошлые хозяева и ну первоначальные хозяева этого дома откачивали слив каждую неделю и летом и зимой потом до нас жили молодые уже у которых мы покупали этот дом они перестали откачивать и вода держалась на одном уровне вот и как бы она до сих пор держится но все равно прибавляется я хочу купить эти бактерии посмотреть может они как-то помогут хотя бы от запаха хоть там у нас и закрытое все но сбоку где-нибудь сидишь чувствуется такой ненавязчивый запашок эти цветочки распускаются помаленьку но если его задеть он сразу рассыпется не знаю почему они такие но если потрогать не просто сидеть сейчас покажу чем не распустилась еще 1 цветочек тут но единственное кто-то портит то ли муравьи то ли кто-то другой но вообще знаете как приятно первый год я посадила цветочки я их просто посеяла здесь были небольшие семена их посадила приятно что свое своим трудом сделано роза так и висит какая-то вялая она я думаю если можно их пересаживать я на следующий год ее пересажу опять трава вылезла после дождей ну кстати немного возможно возможно помог этот гербицит не знаю ну дожди сколько два-три дня были у меня уже начала вылазить что я досеивала потому что нифига у меня не вырос помидоры уже такие прям крупные висят 100 в краю почему-то для забора самые такие знаете мне кажется реально помогает потому что насколько я помню когда шли дожди после нескольких дней я заходила у меня все прям как сказать прям ковриком трава росла у меня это радует но если действительно так то я на следующий год наверное куплю больше и залью все не знаю может быть грядки не буду следующий раз заливать ниже грядками дорожку я попробую залить возможно и картошку тоже потому что она для картошки подходит для всего там написано остатки сладкий как говорится еще есть у нас клубника немного конечно но все же смотрите фаина вот вот только мы вышли только вышли вот что это смотрите сколько тыквы я не представляю я 2 не 2 я их 4 посадила она на одной ветке только сколько где же ее хранить то буду сразу съесть и не получится я вообще очень люблю тыкву зимой в духовке делаем и ем 1 потому что никто кроме меня ее не ест фаина не копайся там пойдем домой покушайте спать лишь а потом мы сходим магазин купим все на окрошку будем делать окрошку наверно и к вечеру пойдем полоть я наверное сегодня все таки не буду полоть либо немного потому что то что я траву вырезала с дорожки у меня болит колено я вчера четыре раза намазал и деклофенаком у меня прям сильно болело сегодня тоже два раза мазала но вроде помаленечку проходит не так сильно болит мы вышли в огород пропололи две грядки и все не могу со своей больной ногой ничего делать когда она теперь пройдет ничего страшного там не сильно заросло я думаю не случится я даже сидя сидя сидела все равно двигаешься то наклонишься то еще чего-нибудь неприятно фаина кушает уже второй раз точнее второй раз окрошку ест мы вышли до собирать вишню точнее собрать соседскую которые на нашей стране и будем поливать такое тазик набрала не поднимается руками не поднимает тяжелый сам тазик еще ягод ладно пойду замачивать и завтра же фасовать много я не знаю сколько тут килограмм и сразу скажу что я не сворвала эту вишню соседи я оборвала просто оставшуюся они оборвали на своей стороне а то что свисала на нашу сторону но у них там дерево большое больше нашего и вот то что на нашей стороне я оборвала себе потому что они оставили это как бы ну естественно они не дотянутся до до нашего участка уже это я оборвала не всю там середине осталось но я уже не туда пробираться ну и на этом спасибо там получилось ровно столько же сколько я собрала в общем у себя мы уже полились фаина вон сидит раздетая мокрая потому что вся была сейчас маленько еще посидим на улице да уже будем заходить мыться и все остальное